Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 790. Событие дня. Откровение 22.17. И Дух и Невеста говорят, приди! И слышавший да скажет, приди! Это за 11 февраля 2018 года. За воскресенье. Гнатий Лапкин. Нельзя ли как-то распаковать в виде книг моих 123 тематических занятий в Потеряевке в первые годы в виде роликов сделать, как мои книги сделали? Это я к Новикову пишу, Сергею Александровичу. Он спросил, а в Борде есть? Я говорю, ну там в Борде есть. Ну, надо отрывать, как бы там что-то, не знаю. Еще раз, значит, выходили, я заглавил, вот как, что выходили там, говорили. Воскресная раздача Евангелий и Малое Благовестие. 11 февраля. Вот так. Добрый день, Игнатий Тихонович. Поясню. Из вашего разговора с Еленой проскочило, что ей интересны ваши книги. А у меня были часть ваших книг, которые я ей отправил. Потом я отправил вам деньги на карту, 13 тысяч рублей, чтобы вы отправили ей на недостающие до полного комплекта книги. Но раз уж вы отправляли, то ничего отправлять не надо. Файл квитанции вам отправил. Деньгами распорядитесь на ваши потребности. Будьте здоровы. Интересно, какие люди. Она сказала и хотела бы иметь там, что-то священника нет у книги, а все не могла взять. И ей послали. То есть, не дожидаясь денег, я взял и послал. А теперь он это восполнил. А у меня запуталось. То вторично, повторение одно и то же. То второй раз это надо. У меня все зависло. Я отвечаю, ничего послать не могу. Мне квиток не прислали. Деньги не поступили. Говорите, где и как и что. Оказывается, это два разных источника. Теперь совместилось, все, ничего нет. У меня каждый день запрос за запросом делаю. Анна, здравствуйте. Смотрю видео ваше, все больше уважаю вас. Очень рада, что узнала вас. Какая-то новая Анна. Рустам. Игнатий Тихонович, я, когда пересматривал наше с вами видео скайп-общение, то наткнулся на ваши слова, которые вы говорили мне. Например, вы говорили, лежишь, ешь, спишь и питаешь ненависть к соседу, ненавидишь ближнего своего. Значит, по-духовному руки твои уже в крови. Ну и так далее. Получается, так и есть. Соседа ненавижу уж давно. Лежу. Что-то лежит. Лежит, непонятно. Лежит. Ем, сплю. Так вы насквозь и наперед все видите, получается. Ясно. Видите, значит. Первая встреча, я его знать не знаю, но вот такое я ему выдал, ну и все. Говорят, ты людей отталкиваешь, ничуть не бывало. Вот так, а как? Не знаю, я просто сказал ему. А теперь у него прошло сколько времени, его побудило что-то искать первый ролик, он нашел и этот разговор увидел-то. А вон... Вначале-то промелькнуло мимо, кроме обиды ничего и не было. Он даже меня заблокировал, а потом вылез опять. В Италии живет. Вот так. Смотри внимательно, где голубы-то. Дай-ка сюда повернуть. Он полетел голубок утром рано и сейчас здесь питается. Вот он. Слетел сверху. Вот это я немножко показать хотел. Ну, все сказать. Воскресенье. Вчера братья наши ушли, ходили там, что-то маленько свидетельствовали, издавая Евангелие. А мы посылку послали. Тут женщина одна через Галину Загуляеву, ей деньги выслала, и трехтумник и к истиноправославии попросила. И три вот этих красненьких, которые раздаем, там четверо Евангелия раздает. Ну и все. Я посмотрел, она и деньги выслала, Галина привезла. Я посмотрел, денег там побольше, я говорю, тогда два положу к истиноправославию, а этих вместо двух красненьких 26. И за посылку там больше полторы тысячи высчитали. Краснодарский край-то. Я посмотрел вещи там, там маленечко не хватило только с ее денег-то. Все. Ну вот, теперь я смотрю. Вот, а что-то у меня на это-то почему сразу вышло-то, я даже и не знаю. О, мой мир. Надо посмотреть. Не туда давно, видать. Вот, это уже новое. но вчера, когда мы послали, я скинул, я о Галине, какой номер идентификации, как следить за этим, за посылкой. Она мигом ответила, что написала. Какие вы все молодцы, очень оперативные, приятно меня порадовали. Сейчас передам информацию Лидии Николаевне. Она обрадуется, очень ждет. Спаси вас и братьев наш Христос. А вот Никите с Володей отдал, Сергей отвез их на почту, отправили, квиток привезли и ей сразу отослали. А ей как отослали? Ну вот, что как? Считай, каждый заговор с этим уже не надо, а вот. А послали ей трехтомник Нового Завета с толкованием две книги к истинному православию. А просила одну. И 26 Евангелий в красной корочке. Отследить отправление можно на сайте www.pocta.ru по номеру почтового идентификатора. Ну и дальше номер. Вот следишь, где оно идет. А места, где останавливается, не то, что из вагона идет, а вот куда-то поворот. До границы дошло. Лежит оно там, пересекло границу. До центрального города, до Парижа дошло. Теперь в сторону куда-то, какой-то там свой закоулок. И тогда говорят, передано. Вы что нас просили? Теперь расхода не было. Видишь, как заботиться? Ну-ка, там незначительный наш расход. Все, видишь как? Вот один говорит, а вот сделал. Нет, только говорится, что сделал один. Никак один не сделаешь. Никак. Я бы про нее не знал, она на меня выйти не могла. Знакомая Галине. Галина тоже приехала на машине, на машине ко мне сюда приехала передать деньги. И все. И дальше уже, ну, как было видно, и Галина радуется, и теперь та радуется. А те, которые нападают, то у них ничего, ничего нету. Совершенно ничего нету. Не просто так. А что? Ну, они свободные, поэтому глупостью занимаются. Суд Божий не верит, что отвечать придется за все. Ну, и дальше наш второй ресурс. Вот он. Православный форум Игнатий Лапкин составленный. Как вчера там сказал Николай, это наш. Я наш говорю, наш, который помогает. Наш, то есть нам принадлежит где-то. А отвечать никто не отвечает, что тут есть. Только я. Вы там и не бываете, и не знаете. А то надо проверять, вроде каждый ролик на обсуждение выносить. Ну, смешно даже где-то. Вот события дня. Сколько пришло уже сегодня? 109. Вот это события. Ну, а салюта тут меньше. А почему тут проповеди? А вот сколько человек? Вот этот, 136. 136. Ну, тут архипелаг ГУЛАГ, тут поменьше. А у Василия сколько тут? 153. И второе? 135. Ну, это уже накал сошел. И вот вчерашнее собрание выставил. Сколько здесь? 974. Сейчас я еще обновлю. Посмотрите. Да, мы 974, ты их и не видели. Сколько? 1010. Ну, вот, тысячи человек посмотрели на наше собрание. Ну, ясно дело, что это здорово. Для нас это большая цифра. Большая. Почему? Ну, так и мы и есть. Сколько у нас тут подписчиков сейчас? 14 032. Подписчики быстро идут здесь. И просмотров. 13 571 186. К средствам массовой информации нас занесли. Мы даже правила соблюдать. Ну, тут я не буду даже поднимать, потому что вот это ткнуть, а сейчас идет и мотюгаются прямо безбожники. Ну, и во свете Библии, православный библейский сайт. Какое отношение кто-то к нему имеет? Ты или никто? Тут никто никак. Имеет только тут администрация там, несколько человек. Когда им покажешь, что. Ну, сейчас я смотрю, 11 пункт это грех. Самая ценная 4124 ответа. Ну, чтобы это было понятно, мы сейчас этим и займемся. Вот слово грех. Сейчас по одному вопросу буду вытаскивать, Никита будет озвучивать. Давай. Вопрос 1092. Третий том открытым оком. Если, когда тебя обличает, а в душе гнев, хотя и не выказал его вслух, надо ли тогда исповедоваться во гневе? Ответ. Не выказал вслух, погибаешь один, ибо из сердца исходят злые помыслы. Умение владеть собой похвально мирских людей. Это ценится и у христиан, но этого совсем недостаточно. Вас не умерло ваше Я. Вы не отвергли себя. Обличение сжимает пружину у вас внутри. Вы не благодарите за это обличение, значит, гнев уже гнездится и молитва ваша нечиста. Исповедоваться нужно обязательно, но дело вовсе не в исповеди. Исповедь вам не поможет. Нужно оголить все корни и обрубить их. А корни это ваша ветхая природа, не умершая Я. То есть вы не сделали даже первого шага в звании христианина. Это я отвечаю с кафедр в университете. Вот сейчас Рустам. Я ему сказал, будет отвечать какой выходят попы сегодня отвечают. Они совсем по-другому отвечают. Я отвечаю. Так, Матфея 16-24. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Путем рассуждения выйди на тактический простор. Обличили тебя справедливо или нет? Если справедливо, то обязательно поблагодари обличителя и не ищи повода отдаляться от него и подыскиваться под него. Вот здесь я обличил Романа и он теперь бросился на меня. А что он сделает? Мои книги берет. Даже прав ты. Ну и еще дальше нет. во-первых мы разделились уже никогда не можем быть вместе. Ты враг. Но ты-то от этого сделался еще злее. Еще больше бесноваться будешь. А если несправедливо, то поблагодари Бога, что Он так любит тебя и ты не впал в эти беды, в которых тебя обличают. Это Иоанн Золотовц говорит, это его слова. И тут же поблагодари Бога за то, что твои настоящие подлинные грехи и проступки обличающие не знают. Притча 9.7 Получающий кощунника наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе. Притча 15.12 Не любит распутный обличающих его и к мудрым не пойдет. Притча 24.25 А обличающие будут любимы и на них придет благословение. Притча 28.23 А обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот кто льстит языком. Вот видишь как Ростам расположен и все. Амос 5.10 А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем кто говорит правду. Это ко мне относятся прямо так и есть. Андрей Кураев говорит Игнатий не трогал этих попов отношение к нему было бы совсем другое. А тут оказывается нет. Почему? Причина только одна. Грех открылся. Вопрос 842 Второй том открытым оком. Если человек принявший истинное крещение стремится более к общению с людьми мира сего чем с членами церкви общины то что это значит от чего это происходит вот у нас вот у нас сначала стояли в шлюзе это ну как заходить с трапезной это потом совсем не стали заходить прячутся потом выходят пока не видят пока мы там начинаем первую молитву совершать только к собранию готовиться уже все вышмыгнули в машину и домой и люди хорошие при том о чем это говорит что община не нужна не нужна и хорошие скромные благодетельные собрания никогда нету чтобы там выступил сказал он никого не видит это положение очень тревожное сераха 27 9 вот смотрите ответы где мои ответы здесь вот я отвечаю раз два три четыре место писания ну кто будет это отвечать вы услышите может там те которые сегодня священники там на слуху да никогда никогда птицы слетаются к подобным себе и истина обращается к тем который упражняется в ней 1 иоанна 2 15 не любите мира не того что в мире кто любит мир в том нет любви отчей иаков 4 4 прелебодей и прелебодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога итак кто хочет быть другом миру то становится врагом богу матфеев 6 24 никто не может служить двум господам ибо или одного будет ненавидеть а другого любить или одному станет усердствовать а другом не родить не можете служить богу и маммоне дальше ни одна овца или огненок не пойдет в сообщество волков кто по совет с которыми нас сравнивает господь тот видел что стоит и хотя бы на несколько шагов отстать от отары скрытой каким-либо кустом как овца начинает жалобно блеять мгновенно делается совершенно потерянной мечется и со стороны в стороны оглядывается ища свою общину ища свою общину если человек истинно верующий в сердце которого господь и если такой человек даже на несколько дней потеряет общение с верными то он чувствует эту потерю ему хочется встретиться написать позвонить услышать блеяние своей отары заметь как интересно если коров пасет человек то это называется гурт лошади табун овечки отара гуси стая понимаешь сколько вот берем и все все разное почему я ответить никогда не смогу на это а как правильно ну как вот есть это литературно кони это табун лошадей коровы гурт вопрос 1187 3 том открытым оком глухие люди наверное не будут осуждены богом за грех многословия и прочее что связано с языком ответ так говорят люди близко незнакомые с глухонемыми у нас вообще не целая группа глухонемых они могут разговаривать со сокротостью со скоростью почти не уступающей нашей это дело техники в разговоре они говорят абсолютно обо всем они точно такие же грешники как и мы и смеются и осуждают и злятся друг на друга и угрожают и все жестами и бог судит не за язык а за осуждение за уничижение другого вот так люди не учили себя обман спит а я не спала ну то есть уже в таком полусонном состоянии глаза вроде думают ничего неправильно вот все кашель все тут слышно будет на все время притом пока существует это вопрос 2071 8 открытым оком грех осуждения более всего порицается святыми отцами а можно ли избежать этого греха если уйти от людей жить со зверями вопросы какие у меня были это в университете по радио в милиции такие вопросы а другие смеются а я тут же озвучиваю его ответ никуда люди не могут уйти от этого греха он и в пустынях так расцвел что мирским это и не снилось особо не подозревали друг друга в связи с женщиной или наоборот тут поле деятельности бесам было безразмерное кто только не страдал от этих игрищ иоанна 7 24 не судите по наружности но судите судом праведным иоанна 8 15 вы судите по плоти я не сужу никого римлянам 14 13 не станем же более судить друг друга а лучше судите о том как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну 1 коринфянам 4 3 5 для меня очень мало значит как судите обо мне вы или как судят другие люди я и сам не сужу о себе посему не судите никак прежде времени пока не придет Господь который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение и тогда каждого будет похвала от Бога то бесвиде женщина являлся то другим мерещился как у Иоанна Новгородского и если к ним случайно какая-то женщина забредала то он уже кверху не смотрел а помогал избавиться ей от болячек наживая себе язву иногда монахи подстраивали друг другу подкупали женщины те заявляли претензии на алименты а всего проще было жениться и жить нормальной жизнью а не строить ловушки себе Пимен Великий 27 августа кавычки открыты и потом рассказал такой случай некий брат был осмеян бесом таковым призраком он видел иного брата творившего грех с женщиной брат смутился в мыслях и был обуреваем похотью только видел его а сам обуреваем подойдя он толкнул их ногой своей сказав оставьте для чего вы согрешаете но оказалось что это были снопы пшеницы а не люди вот так днем посему заключил Пимен говорю вам не давайте веры и тому что видите очами своими а то главное видеть если не видел то не суди да если видел не суди и потом прибавил кавычки открыты я думаю что если человек покается от всего сердца своего и положит твердое намерение более не возвращаться ко греху то бог примет и трехдневное покаяние его трехдневное это ему откровение было выходит пресвитер одного монастыря услыхав о неких братьях ходивших часто в город мывшихся в бане не прилежавших к спасению своему разгневался на них и придя в монастырь снял с них одеяние монашеское но потом раскаялся пошел к Вепимену и рассказал ему о всем что он сделал с этими братьями старец же сказал ему не имеешь ли и ты в себе чего-либо от ветхого человека или быть может ты окончательно совлекся его пресвитер услышав от старца такие слова умилился призвал тех братьев которых огорчил раскаялся и снова облег их в одеяние монашеское это как погоны сорвал вроде рожала с генерала до рядового однажды пришел к Вепимену Ава Исаак и увидав что он возливал на ноги свое небольшое количество воды помыть ноги сказал ему как жестоко иные удрущает тело свое посмеялся над ним ноги моют да разве можем мыть ноги то старец же сказал ему мы не научены быть телоубийцами вот так отбрил его тут же и потом сказал бывает иногда что человек кажется молчащим но если сердце его осуждает других то он говорит всегда есть такие которые с утра до вечера говорят языком но в то же время соблюдают молчание ибо не осуждающий ближнего тоже что молчащий вот как вот так стихотворение вот мирная семья смиренных поселян на благовест любви взывающий мирян толпой соберется в день воскресный и молятся они чтобы отец небесный послал им вышний мир чтобы за их труды им принесла земля бильные плоды чтоб день был совершен свят мирен и безгрешен чтоб исцелел больной чтоб скорбный был утешен живущим верою хранящим божий страх трудящимся в молитве и слезах всем странствующим всем далече далече в море сущим всем далече в море сущим Господь послал свой мир любовь и благодать чтоб покаяние им дни прочие скончать чтоб ангел мирный душ их и телес хранитель берег и стада их и поле и обитель чтоб помянул во царстве своем отцовы братью почивших смертным сном п.а. Вяземский вот какой поэт что ты Вяземского знаешь ничего ничего можно было бы узнать заинтересуйся заряди несколько стихотворений да выучи наизусть хотя бы одно вопрос 1112 третий том открытым оком можно ли прощать предателям личным и общественным и как к ним относиться ответ участь предателей это участь иуды по заповеди христа мы должны молиться о них и о них и о них любовь христа сильно их простить но на страницах писания я не могу найти предателей которые снова вошли бы в доверие к тем кого они предали в житиях святых встречаются такие вероотступники как папа маркелин и другие которые пришли в разум раскаялись в своем предательстве и отступничестве и были приняты церковью и даже канонизированы в канонах соборов и особенно у Григория Некисарийского говорится сколь тяжек их грех если эти предатели помогали врагам находить скрывшихся христиан и расхищали их имущество о как до какой степени дошли восемь восьмое правило ащи которые сопричислились к варварам и с ними во время своего голенения забыв якобы ли понтийцы и христиане и ожидача до того что убивали единоплеменность своих или древом или удавлением також где указывали неведущим варварам пути или домы таковым должно преградить и вход даже в чин слушающих доколе что-либо изволят о них крупно сошедшиеся как крупно купно сошедшиеся вместе сошедшие святые отцы и прежде их дух святый девятое правило то есть ничего не могли никакой эпитемии не накладывали просто не запускать их и все а потом когда будет собор пускай решает то есть дерзнувшие учините нападение на чужие домы ащибо обвинения уличены будут да не удостоятся ниже чина слушающих писания ниже 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 то есть и не чина слушающих писания ниже чина слушающих писания но ащи сами о себе объявят и возвратят похищенное то в чине обращающихся да припадают то то есть это там на улице все предатели являются подкрывателями тайн хотя бы они себя и успокаивали тем что говорили о неправду открытие правды тем более сугубляет грех ибо если бы сказал неправду то ввел бы их в сторону притча 11.13 кто ходит переносчиком тот открывает тайну но верный человек таит дело притча 20.19 кто ходит переносчиком тот открывает тайну и кто широко раскрывает рот с тем не сообщайся 25.9 широко почему широко не широко широко видеть с тем не сообщайся не сообщайся у нас в потеряевке был такой я с Америки приехал и мне там помощь была оказана а в потеряевке первый год не работают люди то есть работают но никто же не платит за это даже хлеба купить не на что было то я эти деньги взял с собой человека пошел я даже не знал что в банке обменивать на рубли я вообще ничего не знал то а теперь привез и показал вот деньги здесь у меня то я там не в деревне то брать постолька то каждому выдавать и один из них знает я ему доверил это он поехал в прокуратуру рассказал сам ну и дошло до того что развелся и все у него кверх ногами пошло дальше так 25.9 веди тяжбу с соперником твоим но тайну другого не открывай сераха 27.16.27 открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей люби друга и будь верен ему а если откроешь тайну его не гонись больше за ним ибо как человек убивает своего врага так ты убил дружбу ближнего и как ты выпустил бы из рук своих птицу так ты упустил друга и не поймаешь его не гонись за ним ибо он далеко ушел и убежал как серно из сети рано можно перевязать и после ссоры возможно примирение но кто открыл тайны тот потерял надежду на примирение кто мигает глазом тот строит козни и никто не удержит его от того перед глазами твоими он будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим а после извратит слова свои и в словах твоих откроет соблазн многое я ненавижу но не столько как его и господь возненавидит его вот как надо этого бояться а если ты будешь по другому поступать то другая участь будет и такая которая у верных вопрос 1084 3 том открытым оком как объяснить что растление души очень тяжкий грех ответ слово растление означает разлом разложение порча когда случается растление малолетних то закон беспощаден к таковым но мы говорим о душе что касается безбожия то здесь все в такой неприкрытой ноготье и грубости что только совершенно неспорченная душа может принять материалистическое скотское учение жил умер и все это учение диких животных жизнь для пуза для червей но вот когда душа жаждет спасения а духовные наставники духовники приучают чтить их исповедоваться по несколько раз на день перед ними и непрерывно засевают душу не евангельскими словами это самые настоящие духовные растлители они не накладывают эпитемии за согрешения по канонам а придумывают свои клоунские наказания и люди снова и снова впадают в те же грехи самые грубые и отвратительные Еремея 6 14 врачует рано народа моего легкомысленно говоря мир мир а мира нет такими лжепастырями сегодня переполнена церковь обольщают принятие монашества постригают их как слава Иисусу Христу постригают их как баранов глупых и доверчивых а потом пашут на них разговариваешь с такими послушниками а у них за душой нет ничего кроме тусклого пустоцветного слова послушание превыше жертвы никого не судите то есть не трожьте нас истяжи дух мирен то есть их зовут так никого не осуждаю всех люблю без пробела одним словом а в одно слово соединить это надо то есть заткнись со своей библией не лезь к нам дай нам навластвоваться власть это я взял слова о акульжавы духовное растление настолько страшнее телесного насколько душа выше тела видишь как это доросление я вижу этим словом называют в церкви опять грех побуждается пробуждается вопрос 934 третий том открытым оком какой грех самый тяжкий за какой грех человек может получить самое тяжелое наказание ответ за нарушение самой первой заповеди самый главный последует и самое тяжкое наказание марка 12.30 и возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим и всей крепостью твоею вот первая заповедь грех которым нет раскаяния он и не прощается почему нет раскаяния конечно же потому что совершивший этот грех считает что он прав и кается не в чем а не прав тот кто дал заповедь который обличает мою неправоту иоанна 16.8 и он придя обличит мир о грехе и о правде и о суде о грехе и о правде и о суде это обличение исходит от духа святого стража нашей совести который всюду присутствует все собой наполняет является сокровищем всех благ и дает жизнь всему мы должны молиться постоянно чтобы он пришел и вселился в нас и очищал от всякой скверны и спас благой души наши это ежедневная молитва утешителю духу истины повторяемая много раз жертва иисуса христа его распятие пролитая за наши грехи кровь имеет зримое воплощение ежедневно в труде невидимого духа божия третьего лица троицы римляна 8.9 но вы не по плоти живете а по духу если только дух божий живет вас если же кто духа христова не имеет тот и не его вот почему грех улыб против духа святого не прощается мотфея 12.32 если кто скажет слово на сына человеческого простится ему если же кто скажет на духа святого не простится ему не всем веке не в будущем в первоапостольской церкви люди получили получали видимое подтверждение того что они приняты богом усыновлены им в даре говорения на иных языках деяния 10.44.46 когда петр еще продолжал эту речь дух святой сошел на всех слушавших слова ибо слышали их говорящих языками и величающих бога но уже в третьем веке этот дар который помогал уничтожить неверие тех кто что сомневался кто сомневался что он принят богом полностью исчезает и почти не упоминается у святых отцов ясно что как сейчас таким тогда многие оттасковали об этом даре столь зримо свидетельствующим о любви божией и задавали вопрос почему нет дара говорения на иных языках и как можно поверить и проверить принят ли ты богом и с этим вопросом обращались к Иоанна Златоусту он отвечал что сегодня есть не менее важных два момента в жизни уверовавшего который подтверждает что он усыновлен принят содержителен первое то что ты молишься отче наш и признаешь Иисуса господом а это можешь сделать только имеющий духа святого кто бы он не был 1 коринфянам 12 3 потому сказываю вам что никто говорящий духом божиим не произнесет анафимана Иисуса и никто не может назвать Иисуса господом как только духом святым поэтому православные будьте очень осторожны в своих обращениях против кого бы то ни было если они уверовали во Христа как в истинного сына божия как своего спасителя не скажите ничего худого против духа божия обратившего тех людей дабы не согрешить смертно и непростимо и 2 говорит златоуст то что ты признаешь законы священства Христова при его непрерывающемся рукоположении внимание протестанты все виды сектантов вы смертно согрешаете отделяясь от церкви Христовой зазирая священство Христово поставленное духом святым вы делаетесь идейными последователями дофана Аверона и Корея отделившихся от общества Господня Моисей и Аарона рабов его число 16-30 а если Господь сотворит необычайное и земля разверзит уста свои и поглотит их и домы их и шатры их и все что у них и они живые сойдут преисподнюю то знайте что люди сии призрели Господа 32 стих и разверзла земля уста свои и поглотила их и домы их и всех людей кореевых и все имущество число 26-10 и разверзла земля уста свои и поглотила их и Корея вместе с ними умерли и сообщники их когда огонь пожрал 250 человек и стали они в знамение это страшно это самое страшное наказание за всю историю человечества это наказание грозит всем сектантам и еретикам со всеми их молитвенными домами со всеми их религиозными обществами и издательствами миссионерством и всем что не делают во имя Христа как говорит святой священномученик епископ Киприан Карфагенский сколько 35 и все на сегодня хватит